Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Конец января, а именно вот сегодня 29-е. Сегодня я вам показывала, как я делаю первый уход за своими томатами рыхления. И тот, кто активно пишет комментарии на моих страниц, ну как к моим видео на ютубе, ну или хотя бы не пишет комментарии, а читает часто комментарии, они, наверное, не раз встречали такие сообщения. Люди пишут, сеять рано, зачем вы сеете рано? Я уже вчера писала ответ одной зрительнице. Я говорю, люди не разбираются, для чего я сею, ну и другие некоторые посеяли. С какой целью мы сеем? Как мантру, как заклинание повторяют. Сеять рано, сеять рано, сеять рано. Они даже не интересуются, их не интересуют. Для каких условий, в каком регионе, кто-то даже не знает, в каком регионе я живу. А если узнают, то комментарии становятся еще более такие жесткие, что вы в своем уме, у вас метель, у вас вьюга, а вы сеете томаты. Вот сейчас, для тех, кто пишет заклинание, сеять рано, сеять рано, не нужно сеять, я хочу подробное видео снять и рассказать, что это за посевы, почему мы сеем так рано. Конечно, у кого-то посевная начнется в марте, у меня посевная 2020 года, началась неделю назад, я посеяла 23 января первые свои томаты. И каждый раз, когда я сеяла, когда я подбирала сорта, я повторяла, что это только для супер раннего урожая, для выращивания в теплице. Это не массовые посевы, это именно вот те избранные, на которых я делаю ставку, что они дадут мне самый-самый первый урожай. Конечно, многие сейчас только подбирают сорта, определяют сроки, но у меня эти сроки давно уже определены, а в этом году еще раньше. И сейчас я все подробно-подробно расскажу для тех, кто, может быть, захочет повторить ранние посевы, сделать ранние посевы впервые, что они должны ожидать и что они должны делать дальше вот с этими малышами, которые в январе уже родились. Повторю еще раз, я житель Сибирского региона, Алтайский край. Вот сейчас я сижу, на улице такая метель, буран. У меня муж сегодня позвонили, даже сказали не выходить на работу, все дороги заметены, внуков в садик не повелись сегодня тоже. Короче, у нас режим ЧС. Все, нас завалило снегом, буран и метели, все. Но, несмотря на это, мы не смотрим, какая погода за окном. Мы же высчитываем по датам посевы. Все равно нужно делать сейчас, если мы хотим получить супер ранний урожай. Я сейчас повторю, если у нас высевать в стандартные сроки, но, как обычно, 10 июня, то томаты мы получаем только в августе, а иногда и в сентябре. Но зависит от вегетационного периода томата. Но нам-то, да, пусть будет урожай богатый. Урожай он всегда хороший, всегда богатый, если нормально ухаживает. Но хочется получить не только богатый, но и ранний. Дорога-то ложка к обеду, когда очень хочется. Когда после вот этой продолжительной зимы, и у нас зима и весна, очень долго холодно, хочется свежих томатов, огурцов. И я вот люблю, огурцы же раньше, у них короткий срок, 45 дней, и они начинают плодоносить. И я вот люблю, когда томаты успевают поспеть вместе с огурцами. Это прекрасная витаминная добавка к нашему столу сибирякам, у которых очень длинное лето, а витаминоз и вот это все свежего мало. Это центральные районы, может быть, там есть какие-то тепличные хозяйства. У нас нет в городе тепличного хозяйства. Когда мне некоторые пишут, что землю, наверное, вы где-то берете, машинами покупаете, отработку с теплиц, нам повезло, у нас нет теплиц, мы не можем взять плохой грунт, отработку, но нам не повезло в том смысле, что у нас нет свежей продукции зимой местной, все какие-то вот турецкие, китайские помидорки. Я их в принципе не ем, хочется пораньше свое. Вот я объяснила, зачем мы так мучаемся, рано высаживаем, что у нас мы поставлены в такие условия, если высаживать, как рекомендуют специалисты, после 10 июня сеять в марте, то мы к концу лета только дождемся. Ведь от даты посева полностью зависит дата получения урожая. Это ясно. Раньше посеешь, раньше покушаешь. Вот давайте посчитаем. Если мы, чтобы 10 июня высеваем в марте, вот в прошлом году я, я еще раз повторю, это для теплицы, в прошлом году я высадила подобные вот эти вот посевы ранние для получения суперраннего урожая 24 апреля. Прекрасно. И рассада выросла, и помидорки рано поспели. Я в том году показывала, в июне мы уже кушали. А нынче у меня, так как еще появился подогрев грунта, я сейчас буду более подробно о нем в следующем видео говорить, подогрев грунта появился, это позволит мне на 3 недели раньше высадить в теплицу. То есть я буду уже не 24 апреля, а я наметила, ну отнимаем 3 недели 21 день, 2-3 апреля я смогу их высадить. Считайте, если высаживать 2 апреля 60-дневную рассаду, в марте, 2 марта ей будет 30 дней, а 2 февраля, вот, она должна уже быть, ей будет 1 день. Поэтому я посеяла 23 января, с учетом, дала 10 дней на всхожесть, с учетом, что 2 февраля у меня появятся всходы. Ведь все просчитано до 1 дня, я не просто наобум, как вы говорят, алло, опомнитесь, у вас там метель, а вы сеете, я же не просто так проснулась, мне утра в голову пришло, делать нечего, пойду-ка я посею. Все это высчитано уже до недели, до 1 дня, все это рассчитано. И все это на основании комментариев других людей, вот у кого я увидела подогрев грунта, Елена Машенькина до сих пор ей благодарна, она, по-моему, с Норильска, они тоже вот так же в таких сроках сеют ранно и высаживают ранно, это в Норильске. Все, с этим разобрались. Даты строго высчитаны, ничего не делается наобум, и посев 23 января, он оправданный для получения суперраннего урожая. Теперь самое сложное, как же его получить, это суперранний урожай, как не замучить рассаду и довести ее до высадки в грунт в нормальном, хорошем, бодром состоянии, в здоровом. Но как я сеяла, я уже показала. Я беру грунт свой хороший, плодородный, высеваю томаты, самыми первыми высеваю толстоногие, те, которые не вытягиваются. Вот сегодня я буду сеять так же для получения раннего урожая, тоже скороспелые, ну, это вот не скороспелые, это среднеспелые, а теперь буду скороспелые на неделю позже сеять. Это вот ультраскороспелые, там вот чудо-лентяй, еще какой-то я называла, я забыла, 7, 8, 10 сортов. Но те, которые не толстоногие, сегодня буду сеять, и которые вытягиваются в рассаде, я им неделю немножко дала отсрочки, чтобы они не сильно вытянулись. То есть на этих я надеюсь, а те, как будут вести себя, я не знаю. Вот, первый посев я делаю обязательно толстоногие, и обязательно в последующем я их пикирую несколько раз. То есть два, и если бы не было подогрева грунта, как в прошлом году, делала три пикировки. Что это мы, зачем мы это делаем, для чего мы это все, что мы после этого получаем? Все опытные огородники знают, что пикировка, она не только увеличивает, как стимулирует рост корневой системы, но она еще притормаживает немного рост надземной части. Это как раз вот то самое, о чем я утром говорила, что я хочу получить маленьких старушек. Значит, они будут взрослые по возрасту, но сама вот эта надземная часть, она будет не очень высокая, а больше всего будет развиваться корневая система. Я посеяла сейчас через несколько, ну, неделя-две, посмотрим, смотря как будут условия, как они быстро будут расти. У них появится один, два, или могу подождать до трех настоящих листьев, но чаще всего пикирую в фазе одного, двух настоящих листьев. Я делаю пикировку, но я пикирую не по стаканчикам сразу, а пикирую сначала в другой лоток, просто пореже. Если при посеве я говорила, что я делаю минимальное расстояние, 3-5 сантиметров, и через 2 сантиметра, полтора-два сантиметра вот эти семечки, то в следующий раз я это расстояние уже увеличиваю. Я их рассаживаю на расстояние 8 сантиметров и 4-5 сантиметров друг от друга, так, чтобы им хватало земли, у каждого растения будет больший объем земли, и чтобы листья не смыкались и не закрывали друг друга. А, забыла сказать, при ранних посевах, конечно, я их сразу ставлю под искусственное солнце, то есть обыкновенная светильник, лампа дневного света. Когда я их распикирую второй раз, они еще месяц проживут в этом лотке. Они будут, как вот эта пикировка, прищипываю основной вот этот корешок, эта пикировка позволит боковым корням образоваться, заглубляю до семидоли, на стволиках образуются корни. Короче, в это время они будут наращивать корневую систему. Когда они наращивают корневую систему, верхняя часть ждет. Вы, наверное, слышали выражение, что нельзя сразу при высадке в грунт заглублять томат. Многие пишут, что потому что он сразу начинает, все силы бросает на образование вот этих вот лишних корней на стебле. Это будет затормаживание, как затормозится вот это цветение и плодообразование, что у растения в первую очередь корни. Но если при высадке в грунт это считается минусом, то при пикировке и при выращивании рассады для получения супер раннего урожая, то есть когда мы сеем рано, 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 но нам надо каким-то способом навести рассаду до высадки в хорошем состоянии, то это большой плюс. Вот пока она после первой пикировки она будет наращивать, наращивает корневую систему, верхняя часть не будет разрастаться. Еще я хочу добавить, что я никогда сильно не поливаю, никогда не удобряю их, чтобы не получить вот эти вот зажиревшие томаты. Они у меня маленькие, сухонькие такие, ну настоящие, маленькие старушки. Когда сомкнутся листья, я делаю вторую пикировку. И вторую пикировку я уже делаю в пол-литровые стаканчики 500 грамм, то есть тот объем грунта, который должен соответствовать тому возрасту, вот какая будет эта помидорка в ящике, когда они заполнят все, я пикирую второй раз. Вот в этом году третью пикировку я, наверное, исключу, потому что подойдет как раз к этому времени тот срок, когда высаживать, как раз будет два месяца рассаде, и вот в пол-литровых стаканчиках она у меня поедет в теплицу. Но в прошлом году у меня не было подогрева грунта, так же, как у большинства людей, нет никакого подогрева грунта, вот только они купили теплицу и хотят получить супер ранний урожай, особенно в холодных регионах. Тогда я делаю перевалку, еще одну, или в двухлитровые, есть вот мягкие пакеты, я в прошлом году показывала, продаются в магазине, есть полторашки, не полторашки, вот трехлитровые такие, ну вот, такие же, как полторашки, полистироловые, или как они, обрезаешь дырочки, делаешь дренажные отверстия, и туда. В том году я прям в пятилитровые ведерки перекладывала, покупала специально в пятилитровые ведерки, и уже по две штуки. Если в двухлитровые одна, а тут я сразу по две штуки парно их высаживала, и уже в теплицу я их тоже парно рассаживала. Все, вот таким образом они у нас дотянут до высадки в теплицу. И тут что надо учитывать? Что, да, я вот высаживаю, если без подогрева грунта, кого интересует, конец апреля, в том году высаживала три дня целых, ну, уже много, 24, 25, 26, а высевала 26, апреля высаживала, а высевала 26, 27, 28 января, нынче я немножко сдвинулась, ну, немножко. Если вот все подытожить, все процедуры, которые мы должны сделать, чтобы получить суперранний урожай, это самое главное, самое первое условие, это ранний посев семян. Хоть многие говорят, сеять рано, сеять рано, чем раньше мы посеем, тем взрослее будет рассада, которую мы будем туда высаживать. Особенно, если вы сделали, например, подогрев грунта, вы же, вам надо уже высадить в начале апреля, а в некоторых регионах даже позволяет погода в конце марта, то, значит, в марте она должна быть уже 60-дневная рассада. Можно даже до 70 дней подождать. Все, самое первое, ранний посев семян, потом обязательная подсветка, подсветка обязательно и правильный выбор сорта. Я вот никогда не рискну в первую свою для суперраннего урожая посеять индетерминантные высокорослые. Во-первых, их и ждать дольше, у них же длительный период вегетации. Во-вторых, они вытягиваются в рассаде. Вот я нашла для себя оптимальный вариант только толстоножек среднеспелых. И в этом году первый раз попробую не толстоногие, но ультраскороспелые, которые, ну, к этому времени, к времени высадки, у них уже приходит пора цветения и плодоношения. Выбор сорта очень важно. Но тут пока вы сами не попробуете тот, другой, третий. Я же тоже много сортов пробовала. И тех, и других некоторые откинула. И вот какие-то у меня остались навсегда. Правильный выбор. Потом две, как вот в моем случае нынче, или даже три перевалки нужно сделать, чтобы рассада была качественная. Чтобы вы ее не просто посеяли рано и замучили, а чтобы вы правильно, грамотно, в соответствии с теми требованиями, которые нужно ей, все условия создали, и чтобы довели ее в нормальном, здоровом состоянии. Ну, и потом, это, конечно, при пикировках и перевалках увеличение грунта. И я, когда вот делаю, ну, вот этот, ладно, распикировать еще можно в этом же грунте. Все дальнейшие я делаю в свежий плодородный грунт, потому что они обычно, когда растение большое, оно все это съедает. И потом иногда посмотришь в этот стаканчик 500-граммовый, там грунта вообще нет, там одни корни. Им, когда земли мало, они, мне кажется, они прям всю землю съедают, все высосывают. Все. Так. А, ну, самое главное, что я всегда добавляю, если вы хотите получить супер ранний урожай, никогда не сейте количество, ну, всю теплицу, короче, все количество, которое вы будете высаживать в теплицу, первый раз пробуйте на маленьком количестве, пусть это будет 10 или 20 кустиков. И вы за первый год, вы поймете, нужно вам это или нет. Захотите ли вы повторить этот опыт. Потому что сразу скажу, что много проблем, много хлопот. Это не просто в марте кинул семечко, поставил на окно, и оно на естественном солнце, и своим ходом дойдет до высадки в грунт. Тут нужно постараться, тут нужно, наверное, очень любить растения, чтобы чувствовать, что им нужно, чего им не хватает. Всякое бывает. И, во-первых, в зимние периоды, конечно, нехватка солнца. Может быть, ну как, может так получиться, что не получится у вас вырастить качественную рассаду, она у вас немножко придет, ухудшится ее состояние. И когда вы высадите, возможно, вы не получите желаемого результата. Ну, это опыт, как говорится, что отрицательный опыт, это тоже опыт. Это в нашу копилочку, мы будем знать. Ну, может быть, сорт не тут, может быть, у вас условия еще недостаточно подходящие. И все. Хлопот будет много, но зато, представьте, в сибирском регионе, я вот как нынче мечтаю, если в том году было в июне, может быть, в конце мая даже нынче, отведать спелый помидор, помидорку такую красную, выращенную своими руками, вкусную, натуральную полностью, экологически чистую. И пусть она будет с кислиткой, потому что вот эти все сорта, это не бифтоматы, они обычно все такие не очень крупные, а скороспелки будут вообще мелкие. Мне все равно. Она будет самой-самой вкусной, потому что это моя первая выстраданная, выничанная, самая любимая, самая вкусная. Все, желаю попробовать всем хотя бы несколько кустиков, но это, конечно, у кого есть теплицы, для открытого грунта сейчас еще рано. И поэтому тем, кто говорит сеять рано, сеять рано, я советую хоть раз посеять рано и покушайте в мае или в июне свои помидоры, и вы уже навсегда забудете это заклядание сеять рано. сеять в самый раз. До свидания.